Безусловно, в деревнях очень трудно прожить, особенно в период кризиса в стране. Пенсии у бабушек небольшие, льготы получает не каждый, и поэтому пожилые люди стараются хоть как-то выжить в этот нелегкий период для России. Каждая старушка придумывает все новые и новые способы, как заработать лишнюю копеечку, чтобы и прокормить себя, и отложить на черный день. Безусловно, в теплое время года пожилая женщина может выбраться в лес, тут можно собрать самые разнообразные ягоды, а в посадках около обочин можно найти смородину. И тут уже все зависит от терпения, кто больше соберет, соответственно и больше продаст на рынке, и, конечно, заработает больше. Лес разнообразен, и поэтому тут можно найти и съедобные, и полезные грибы, заядлые грибники пользуются этим. Собирают гриб, закатывают в банки, а трехлитровая баночка на рынке стоит от 500 рублей. А если этих баночек много, то получается неплохая прибавка к пенсии, не правда ли? Также в лесу растет много полезных трав, травники пользуются этим, собирают лекарственные сборы. Некоторые из пенсионерок, кто вкусно готовит, берется даже на рынке продавать пирожки с разнообразными начинками или булочки. Такие торговки рано встают, начинают выпекать вкусные и румяные пирожки с картофелем, морковью и капустой. И прямо с пылу с жару, идут продавать их по своим клиентам-едокам. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Вкусно покушать любит каждый. Вот пенсионерки и пользуются этим. Каждый не прочь себя побаловать вкусным аппетитным лакомством, особенно приготовленным от души. Есть много занятий, которые можно превратить в прибыльный бизнес. Можно заниматься засолкой капустой, выпекать безе или торты на дому, некоторые даже варят домашний холодец на продажу, а самые отважные занимаются самогоноварением. Ведь в деревнях натуральный продукт ценится гораздо выше, чем водка из магазина. Конечно, в этом есть и определенный риск. Неоднократно известны случаи, когда самогонные аппараты изымала полиция, а тот, кто попадался, платил немаленький штраф государству. Но люди во все времена любили рисковать. А возможно, это государство загнало людей в такие рамки, что приходится заниматься каким-то малым бизнесом, чтобы прожить в это нелегкое время. Можно на любом деле заработать заветную копеечку. Главное – стремление и желание. Лучше, конечно же, было бы заниматься любимым делом, тем, которое приносит не только доход, но и душевное равновесие. Однако человек в наше время ничем не брезгует, лишь бы заработать денег и прокормить свою семью. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok